так ну что всем привет привет всем добрый день я рада всех приветствовать кто сейчас подключится подождем немножечко у нас сегодня с вами творческий эфир с дизайнами конечно потихонечку подключается привет привет всем здравствуйте девчонки рада всех видеть я представлюсь на всякий случай да вдруг кто-то первый раз будет смотреть меня зовут ефремова юлия я инструктора оффлайн онлайн и творческий партнер конечно компании эми поэтому сегодня мы с вами в эфире всем привет 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 рада всех видеть так слышно видно хорошо меня у нас творческий эфир сегодня с вами по дизайнам ну давайте начинать будем потихонечку кто будет подключаться тогда так сейчас я переверну камеру так 2 секунды технические моменты так видно хорошо вам там подскажите мне всем здравствуйте здравствуйте все хорошо благодарю вас все отлично спасибо спасибо так кстати хвалюсь у нас сегодня тема металлический оттенок в дизайне да на ноготках я подготовила вот такие варианты ну может быть кто-нибудь конечно скажет что это там переборчик да но в принципе в принципе вот специально сделано шикарно спасибо девчонки сделала разные варианты вот постаралась я пока как бы рисовала захотелось себе сделать вот тут верху стемпинг идет а вот внизу фольга вот если поближе во первых немножечко отличается цвет то есть у стемпинга ну золото серебро до лаки вот новый кстати вышел золотой лак для стемпинга это круто конечно облегчает жизнь мастерам да с фольгой ну как бы типа чуть подольше да с мультипл гель нужно работать но я вам сегодня постараюсь показать и так и так в эфире и цвет немножечко вот знаете он такой более вот прям вот прям такое золотишко прям с фольгой немножечко и эффект ведь он но все равно об этом не отличаются вот если мы даже возьмем два вот этих вариант тут конечно в матовом и в глянцевом вот но все равно немножечко вот видите с фольгой как-то более что ли чуть по объем не но обожаю литье ну да так причем она понимаете она не объемная вообще то есть вот я трогаю там вообще ничего нету это мультипл гель вот отпечатывается и получается да вот видите в матовом когда варианте почему я всегда делаю разные вообще вот фольгу все такие вот дизайны с блестяшками я очень люблю в матовом варианте внизу справа шикарно внизу справа вот это что ли золотистый но эти дизайны да вот это катя вот делала такой дизайн только на серых ноготках и я себе потом такой тоже делала и клиенты у меня вот они увидели и все и все пошли смотрится кстати он носится очень очень даже прям классно вообще я относилась с удовольствием но если у меня были без цвета у меня был вот такой вот гель как я вам показать то вот этот вот и шпинку меня был я вообще в него влюбилась он очень крутяцкий вот короче вот такие вот варианты я приготовила опять же все нужно пробовать все до предлагать там своим клиентам какие-то разные варианты потому что кому-то зайдет короче видите хвалюсь я пока делала типсы влюбилась в этот дизайн но вот единственная я чистое золото нет видите я люблю когда серебро золотом смешивается вот и я прям короче вообще от них кайфанула но вот смотрите ну конечно у меня короткие ноготки но вообще вот и в матовом варианте и не скажешь что там что-то перебор много да но опять же кто там не носит дизайна они может и не захотят никогда даже вот смотрите я попробовала вот на зелененьком все поближе получится добрый день добрый день девочки рада всех приветствовать видите вот с фольгой но немножко у фольги все равно эффект другой другой это тоже стемпинг это точно немного да я прям вообще короче прям сделала и кайфанула вот но даже вот смотрите кто-то любит да вот зеленый цвет в этом сезоне очень популярен и даже вот на таких цветах я попробовала то есть есть такие смелые которые даже на таких цветах рискнуть такой дизайн почему нет вот поэтому все конечно нужно пробовать а вот здесь кто догадался что здесь у меня ну вот сейчас буду ну вот этот давайте простой мы оставим да если время у нас на него останется я его покажу здесь как бы тоже ничего такого сложного мне вот этот вариант понравился или что скажете какой пробуем девчонки такой такой втирка ну да правые ну вот я тоже так и думала сейчас я зелененькие сниму пока пусть они у нас тут ладно их уберу чтобы они нас не смущали задавайте пока вопросик если вдруг что-то у кого-то есть там по стемпингу по фольге по отпечатке все я на все с радостью отвечу расскажу счастливе зубы вроде готовишься готовишься потом раз типся забыла так и смотрите что здесь в главной роли новый гель-лак из коллекции марракеш который светоотражайка вот катя уже тоже такие показывала дизайн и я как раз таки у нее подглядела но она показывала немножко другие варианты то есть понимаете когда вот может быть ты бы никогда не попробовал да но здесь вот видите какой он становится то есть он сам по себе блестящий и вот эту втирку и и даже не поймешь она сама по себе вот для меня но очень золотая а вот здесь она как-то вот здесь кстати на белой я втирала вот эту вот золотую втирку но ведь я специально сделала ее в матовом чтобы она так сильно не фонила ведь тоже какой оттенок красивый получается вот а вот на этом гель-лаке прям вообще зашло я вчера прямо это пробовала когда думаешь я какая красота получилась то есть понимаете и он и светоотражайку как-то он скрыл да он ровнее получился и плюс вот эта втирка прям вообще красивучка получилось как ты сюда да да вот если кто-то едет на море и любит там поблестеть да на солнышке в водичке да и даже не обязательно море даже говорится кто по месту там да на пляже к очень любят поблестеть поэтому вот как говорится да я может быть даже никогда бы на такое не подписалась но вот попробовала и очень даже красиво сеть как вот на ножке даже если там большие пальчики покрыть как это будет красиво тоже смотреться все вот такой он в живую выглядит да такой прям вот песочный он не золотой он такой очень комфортный не напряжены сверкать шикарно до отправляю сушить соответственно под втирочку мы используем top teclos обязательно можно конечно втирать на дисперсию липкого слоя но тогда будет очень жирновато втирка ложится тоже как бы не очень комфортно а здесь она вот такое мерцание придает и все получается очень прям крутяцки так да он прям красивенький до этого вот были там в зимней коллекции там был такое серебро черный так он он идеально конечно черным не смотрелся он более такой до темно-серый и сливовый цвет конечно очень тоже красивые они были все нанесли teclos как раз teclos нам выравнивает поверхность потому что класс выравнивается идеально ногти воскресенье спасибо большое девочки и вот здесь уже конечно teclos если цвет можно 30 секунд но опять же все зависит от вашей лампы да то teclos уже минутку может быть даже если там не лампа эми то и подольше лучше просушить пока делала себе прям кайфанула вообще прям влюбилась думаю вот вот что на чем мы стали стеклос короче минуту сушим под втирку девчонки спасибо очень прям приятно я старалась вот вот но потом я все равно вам хочу с фольгой показать как бы мы там сильно заморачиваться ничего не будем можно и такое что-то конечно попробовать но даже вот так то здесь просто вручную здесь ничего сверх естественную нету вот эти объемные сейчас кто-то работал из вас девчонки сейчас я достану где у меня есть вот вот этим гелем уж наверно все видели катя его очень любит она его просто и делала как говорится для фольги это просто вообще бомбическая штука вот вот эти все объемные дизайны это вот этим гелем делаются все берем втирочка номер 199 до 15 секунд сушишь и как говорится все готово видите она вот прям такое золото вот я если допустим в чистом виде я для меня конечно но ярковато будет я такое прям вот а здесь видите вот сейчас она вроде бы кажется много но вот так вот пальчиком втираем и видите какой интересный эффект получается то есть вроде бы и золото да но в то же время вот это серебро посмотрите как блёсточки эти светоотражающие проглядывает эффект получается вообще как просто вау просто вау сейчас я выпущу где все не уделать чтобы здесь все не уделать запомнили до 199 допустим если вы там на клиенте делаете меня такая очень классная кисточка есть я люблю всегда когда я делаю втирку я вот так вот прохожу все остатки вот эти убираю чтоб лишнее в топ понятное дело что она попадет и никуда мы там от этого не денемся да но чтобы лишнее в топ не попадала вот и смотрите тут у меня два варианта как бы сделаны да ну давайте вот чего со стемпингом попробуем то стирка золотая вот стемпинг я здесь брала серебро чтоб уж не так прям там зашкаливала вот здесь просто то есть прям сюда же да не перекрывая что стемпинг но опять же если вы боитесь ну что вдруг у вас что-то не перенесется не получится то лучше перекрыть здесь топом перекрыть топом и потом уже печатать стемпинг вот но я делала как бы чтобы лишние слои не добавлять то есть шермиконы я клеила прям сюда потому что поверхность гладкая идеальная на все хорошо приклеится можно там взять половиночку например на стемпинг тут приклеить шермикончик да его можно и на стемпинг потом тоже как бы добавить приклеить то есть вообще вариантов множество так значит пластина у меня номер 13 текстуры и отсюда брала что-то отсюда я брала вот вам там видно хорошо наверное вот этот печатнул по сути как бы да может быть там любой орнамент абсолютно все что вам нравится и вот такой там легкий у меня вот брендовый нету тоже оттуда я очень люблю этим вот это вот штучка красивая да вообще без разницы давайте вот я как делал или чуть-чуть другой отпечатаем сюда вроде бы много тоже закрывать не хочется до чтобы не было перебора вот это тоже самое такая это у нас кто принты самая такая тоже вообще вот он этот который у меня тоже отпечатанный самая такая прям тоже ходовая очень это вылетела и с лаком девчонки да то есть внимательно готовим себе прям все чтоб сейчас ты даже телефон подниму чуть повыше чтобы вы лучше и приближу не задеть ничья снизу справа 2 вот это давайте ее попробуем вообще без вопросов чтобы у меня тоже разные были короче с лаком с лаком до готовим лак чуть его там болтали до в ручках чтобы все у вас было под рукой потому что обычно лаки для стемпинга они быстро очень высыхают да с лаком вот прям чик-чик-чик у вас должно быть все под рукой а серебро открою вам секрет он еще наверно быстрее всех остальных сохнет вот так вот я все на салфеточку еще подкладываю то лак скраббер у меня в руке мне вот больше нравится чтобы был помягче поэтому я использую карточку вот он лак типсу ставлю сюда и сам штампик все под рукой берем лак наносим вот ведь быстренько смахиваем переносим не давим вот видите я не буду сейчас вам показывать иначе я не успею отпечатать вот видите все перенеслось тут чуть-чуть у него не хватает внизу но я думаю ничего страшного просто он очень быстро сохнет поэтому с ним нужно вообще прям вот 1 1 1 все вообще очень очень быстренько приловчиться можно просто игру не не мешкаться чуть-то замешкался все а вот видите отпечатывал и перенеслась вот рядом то есть они все узоры вообще какой не возьми все узоры очень красивые всем нужны уберу что вот вот смотрите то есть можно оставить так как у меня вот здесь тоже вариант да можно прям сюда же например там какую-то полосочку наклеить или какую-то надпись да вообще не принципиально и покрываем то покрываем тупом все вообще простенько да ну кто-то может быть скажет да зачем там стемпинг да ну разные варианты кому-то понравится так сложно маникюр он всегда притягивает взгляд на клиенте торец и запечатываем что у нас там в тирочка поэтому варианты нужно пробовать разные конечно он и этот красивый да просто с надписями вообще надпись очень люблю вот а тут тоже мне нравится то есть он такое знаете и под золото и под серебро подходит как говорится этому все нужно пробовать очищаем что я вот этот у меня новенький я его все таки вот оставляю прям вообще свежачок под эти подлаки и есть у меня немножко замученный уже сейчас я вам покажу разницу пусть она еще посохнет чуть чуть вот если работать с мультипл гелем ответьте вот этот у меня уже такой но я его специально оставила вот для таких дел там или ведь этот весь прозрачненький а это уже такое меня тут умучены но я его вот как раз таки если его целя работать с фольгой и с этим гелем его ни в коем случае нельзя оставлять вот открыть то есть положили себе там куда-то на палитру куда-то что-то чего-то и все и закрыли убрали потому что он сполимеризуется чипсинка с вами готова так ну давайте вот что под стемпинг то здесь ну цвет не принципиален вы должны тоже там подбирать под себя вот здесь тоже вариант другой там тоже типа в кирочка у меня сделано сейчас модно да может быть и модно про тот я сделала попробовала мне понравилось вот тут на этом сереньком хорошо прям видно получается но опять же игры цвет может быть можно и на зеленом пробовать вообще не принципиально да вот давайте например с фольвой да давайте вот такие яркие возьмем тоже да попробуем это тоже из летней коллекции чтобы повиднее было я тоже там пробовала с пластиной и листики отпечатывать очень классно читаем а прям все круто смотрится вот фольгу я имею ввиду вот это на мут был гель отпечатывать вообще класс нюч и получается отправляем сушить слушать 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 и будем сейчас с вами работать вот этим гелем и тоже с кистями очень аккуратно ни в коем случае не бросайте но у меня вот видите под него специально которые я вот накладываю этот гель он прям как клей то есть моментально вообще и почему я сказала что штампик вот такой вот замученный беру под него потому что со штампика вы его не снимите он же не высыхает у нас как лак и приходится высушить в лампе но вы же понимаете что от всех этих манипуляций штампик как бы приходит в негодность поэтому так что нам нужно сделать так как у нас сейчас будет стемпинг с фольгой да на гель мы обязательно берем матовый то то есть цвет у нас с вами просох мне вот очень нравится работать на матовом топе если фольгу отпечатывать потому что прилипает ну как бы только туда куда нужно все отправляем сушить и вот здесь важно просушить подольше матовый топ тоже и нужно будет кстати взять даже две фольги до сочетания то есть мне чем вот смотрите ну разные как бы до варианты вот чем мне нравится лак для стемпинга до что очень из них получается плавный вот у меня если обратите внимание вообще переход получается плавный из серебра в золото вот вообще прям просто он настолько вот получается незаметный да здесь мне чистое золото здесь вот тоже как бы с переходом идет а фольгу можно тоже брать два варианта да там и серебро и золото мы сейчас с вами попробуем но в основном идет ну какой-то один цвет если мы с фольгой работаем поэтому тут всего говорится только методом пороп и ошибок зеленый цвет да зеленый красивый очень возьму сразу два кусочка вот так что ну так что вы делим то этим мультипл работали или нет расскажите вот видите я приготовил два кусочка разной серы тогда не будем с вами делать на лето серы до мрачную и можно знаете что сделать допустим подготовку пока да можно сделать подготовку вот сюда нам под эту с вами вариант уже классный вот смотрите сейчас 5 секунд пока у нас матовый ток будет с вами сохнуть я вам расскажу еще вот эти вот два варианта ну я говорю здесь конечно сложновато разглядеть да на камеру но тоже видно что фон там тоже немножко такой идет перелив чты только единственная что делала брала вот такую же обычную втирочку полупрозрачную 175 самую такую тоже ходовую крутяцкую и втирала ее ну скажем так вот подготовленный допустим ноготок это будет тоже типа вот такого вот видите цвета вот у меня например и шпинг сделан да и вот очень похож там цвет это типсы образно и прямо допустим у вас готовый ноготочек там все в этом смоделировали укрепили все вас готова попилили тогда и соответственно что берем топ т класс под втирочку наносим с вами то есть понятно что на цвете втирка всегда будет там ну поярче смотреться хотя вот это вот золотым оттеночком вот эту которая вторую я говорю она очень нежно она полупрозрачная смотрится классно вот чё на чем мы там остановилась она короче классная такая полупрозрачная и ложится принципе на все цвета хорошо так что прочего так вот с этим когда гелем работаете вот так вот не бросайте то есть открыли банку поставили сами там что-то делать ни в коем случае то взяли вот я щас кисточкой достану на палитру на эту нанесу и все и я его закрываю плотненько и убираю ну давайте вот этот принт возьмем я его прям люблю наносим сюда с вами так немножко тут косяк идти заспешила быстро вытащила зеленые и и вот этот гель стараться убирать за один раз то с ней и лозить иначе будет грязно в чем допустим преимущество да если лак высыхает очень-очень быстро да то с этим гелем то есть ты можешь несколько раз те не получилось там да ну единственное что штампик вот чистить аккуратненько не давим видите все перенеслось то все-таки даже мельчайшие тончайшие линии все переносится круто и так видно вам там и аккуратненько отпечатываем но даже принципе добавлять нигде ничего не надо вроде бы все хватило и в лампу всего лишь на 15 секунд девчонки и все отпечатывается и вот это теперь убрать ну сложновато поэтому только сушим в лампе так вот пока типсы сушатся и я подсушиваю штампик и тогда у нас скотч очень хорошо чистится вот смотрите вам даже сейчас камеру поверну вот видите у меня стоит скотч ну я специально все закрепила и вот я беру он подсох раз и видите все осталось на этом штампе ну так как он у меня качественном этом замучены но снимается очень даже легко а если вы не просушены будете убирать то это у вас займет очень много времени потому что он очень сложно убирается он же не просохший так типса наш с вами просохла и берем ну давайте вот что давайте основной там золото возьмем например да все взяли всегда отпечатываем не забываем вот этой стороной до оборотная эту держим всегда вот между двумя пальчиками но здесь даже никаких усилий не надо ли если раньше там на принкод гель на липкий слой мы прикладывали усилия а то сейчас этого не нужно он отпечатывается счет просто раз и все смотрите вот на тончайшую вот это вот сеточку такого еще надо постараться эффекта добиться да то есть вот фольга видите вот она все отпечаталась вообще просто круть крутяцкая так вот мы сейчас с вами сделаем то есть два варианта да пожалуйста и в стемпинге можно делать сочетание да но и здесь тоже добавим все сделаем что не отпечаталась все и так как у нас даже там с вами шла подложка матового да но здесь опять хотите перестраховаться если глянцем там да давай можно перекрыть т-клосом и там своим любимым каким-то топом какой вы любите да но я конечно такие дизайны я в матовом люблю можно конечно чего-нибудь еще там приклеить да вот длину полосочку очень мне понравилось прям симпатично там смотрится здесь такой не как говорится слой не липкий да она в принципе совершенно ну или мы давайте с вот на тот вариант попробуем тогда да здесь оставим ничего не будем все топом покроем можно конечно покрыть глянцем глянцем но я вот все таки вот я как-то заматывая вот такие все таки дизайны да я вот как-то заматывает цвет хотя если скажете давайте я пока да 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 девчонки в том-то и смысл что когда ты себе все подготовил у тебя все под рукой видели я даже скотч чтобы мне его там не разматывать никуда я даже скотч приклеиваю вот так вот к лампе и все и этот дизайн он у вас займет просто там я не знаю на клиенте все отправляю сушить кажется когда навык у тебя есть да 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 вот да совершенно верно я вот тут но я не тонкими а вот видите я прошлась а вот эту вот саму наклеечку глянцем и вот видите поставила кое-где капельки вот такие то есть он матовый но я поставила капельки на руках я делать себе такого не стала не люблю я мне будет цепляться а клиентам пожалуйста кто если нравится любит вот сейчас мы с пластины внутри тоже тут или обезжириватель или евро это там ремовер нужно брать потому что тяжело он вытирается прям прям тяжело даже лучше взять чем там мы лак для стемпинга убираем да потому что евро клинцером не возьмет а вот который ремовер для снятия лака вот это вот уже да вот очищается все и конечно руки там кисточку да хотя кисть убивается но она и от этого клея убивается поэтому все обязательно протираем не забываем девчонки ну вот ну вот видите сочетание допустим да стемпинг он знать как золото там она более активная но так как я делала с серебром видите она получилась то есть серебро его немножко разбавила нет такой активности этого золота вот а с фольгой ну там эффект другой получается поэтому все нужно пробовать фольгу тоже очень люблю вообще прям вот обожаю просто слов нету и у нас с вами помните я вот про этот говорила да все можно можно вообще все что угодно есть а вот ведь я делала полосочки да вот такие вот линии надписи всяких очень много до шермикон и вот эти вообще прям просто вот вот я люблю к но я и прямые люблю и такие все красиво смотрится то есть надписи вообще уйма но еще вот прикольные вот эту ну тут эти цепи их да можно как целиком можно и это разрезать их там пополам где-то кусочек и вот эти вот штуки очень классные поэтому тут экспериментов жизни мне кажется не хватит чтобы все попробовать вот вот этот мы представили что у нас с вами готовый ноготок там потом уже до у клиента подготовили все зашлифовали там покрыла я ты классом просушила одну минуту и теперь мы работаем уже вот этой в тирочкой 175 но вообще кайфово я ее и на градиент обожаю и на любые и на розовый и на сиреневый и просто на беш у меня и любят смотрите какая нежнятина то есть на цвете она будет чуть поактивнее я вам покажу просто чтобы для сравнения меняется от фону конечно она полупрозрачная да вот вариант то есть здесь у нас с вами как будто бы на базу сделано давить и нежность какая вот у меня здесь белая вот золото и там и там сделано золото то есть она всегда смотрится одинаково здесь просто не это не золото вот видите и на сиреневом и на розовом цвете все беру это не золото вот смотрится одинаково классно видите то есть она полупрозрачная но всегда добавляет вот у меня любят клиенты и очень я и сама даже если без градиента просто мы берем там розовый бежевый сиреневый цвет все это вообще больше ничего не надо и на клиенте еще знаете что всегда вот я как бы если я даже делаю просто в тирку девчонки обязательно берем ультрабонт но только берем ультрабонт всегда только он у меня для дизайнов отдельными тем которым я наношу клиентам на ногти да а отдельные и обязательно когда вы сделали в тирку если вот так вот на весь ноготок я всегда беру вот так вот по торцу обязательно прохожусь то есть я убираю там какие-то остатки все и потом мужа там можем работать да так что здесь у нас у нас здесь с вами стэмпин так ну и что же опять это делать на что другой не за него ну вот нравится мне этот вот орнамент он самый наверное популярные хотя я же говорю можно как бы разные варианты отпечатывать вот это вот рептилия она просто классно так по летнему вроде бы смотрится да еще давайте леопардика сделаем а д дело даже не в том что он будет в блестках просто он очень быстро придет в негодность а на ручке клиенту такой нежелательно наносить ультрабонт должен быть чистый вот так и опять что готовимся с вами до сетку с дырками один давайте сетку с дырками тоже конечно красивая но там знаете чем я не знаю будет так видно что переход она прям совсем такая миленькая то есть видите почему я люблю вот этот вот орнамент да то есть здесь более есть толстые линии а вот на сетки там совсем все тоненько сетка красивые сердечки мнение разделились до мнение разделились давайте сетку с дырками сделаем капусту а где у нас тут капуста короче все готовим видите я их сразу открываю потому что так не получится пока вы будете один открывать второе у вас уже высохнет понятно поэтому если вы работаете с лаками для стемпинга девчули готовим себе плацдарм сразу чтоб все было готово чем мы делаем ты забыл сетку мы делаем мы делаем сетку своими с дырками так сетку с дырками все в руке штампик рядом лаки здесь же берем шик 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 то есть прям быстренько раз-раз-раз и начинаем с вами видите он смешивается получается цвет как бы такой переходом и быстренько переносим иначе все высохнет вот эти вот лаки которые серебро и золото они очень быстро высыхают ну вот видите про что я говорила то есть вот этот вариант здесь не очень читается он настолько тоненький что практически ничего не видно то здесь нужно например перекрывать и что-то добавлять да потому что но она очень нежно но опять может быть кому-то и понравится все таки вот этот вот рисунок видите читается более более поэтому я говорю здесь все нужно пробовать и исходя из своих там вкусов и вкусов клиентов уже там что-то это корицы тестировать а потому что я уже знаю почему я не хотела ее брать то есть нужно что-то брать более такое широкое чтобы переход был лучше виден но пусть будет так пусть будет так что мы сюда с вами добавим можно вот эти как раз такие штучки чуть-чуть до разбавить или можно надписи добавить срезка девчонки прикольно с вами сегодня вообще классно веселый эфир у нас какой-то получился сэм да однозначно а вот этот узор сетка она прям идеалити идет под вот эту штуку да да вот она и есть вот она сейчас ты да то есть вокруг вот эти дырочки где ты там обвел да получается очень круто можем кстати в принципе да и сейчас с вами сделать чем что время то есть вот но можно я говорю там и с темпингом обойму хотя давайте чего что раз уж мы начали да так где мой матовый толпу сточки не всем теряют а не будем ничего клеить да мы сейчас покроем с вами вот смотрите как подматываем то есть он еще не просох вот как нежно смотрится вот эта втирка единственное вот что я говорю аккуратно а с этими почистили штампинг сразу с кисточками после multiple геля потому что забудете и тролевали потом ничего не отмойте но вообще конечно в идеале все сразу до вытирать то есть вы поработали сразу все очистили не бросать никогда ничего очень благодарю вас девочки ну то есть вы видите да дизайны получаются вообще быстрые а вот с фольгой чуть как бы да ты там мешкаешься а вот игру если со стемпингом брать то вообще просто просто вариант элементарный с фольгой как бы ну чуть подольше потому что гель до отпечатать там все это до злочки 1 1 1 и все быстренько вот эти такой да съели ели 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 получился такой прям даже это не видит и и так беру пока если сюда положить чуть-чуть да то есть дизайны вообще я говорю раньше все таки там что-то дорисовали более как-то сложно это все сейчас уже конечно нету такого и вот можно прям повторить да это то что здесь нарисовано можно там что-то добавить где-то там можно потом продублировать второй раз так кстати видимо опять же здесь по объему нужно тоже регулировать да не все там любят сильно объем на клиенты если она там вы знаете она очень такая активная хозяюшка да а не надо есть сильно лепить и она это все равно все угробит поэтому тут контролируйте ой спасибо спасибо девочки мне тоже с вами классно сегодня все смотрите можно она и так будет достаточно да но можно например кому-то если хочется там побольше объема до второй раз там пройтись и будет прям вообще объемненько классно но я думаю достаточно давайте отправляем сушить 15 секунд девчонки всего лишь 15 секунд и все готово никакие там не две минуты не минуту ночью золото отпечатаем надо или также возьмем два варианта до все видите мы сейчас сделаем с вами вот так наверх возьмем с вами золото ты дышь вот смотрите кому если недостаточно вот такого объема да можно пройтись еще раз то есть это будет более где-то там сделать вот вы сейчас сделали да не очень там было видно Потом прошлись, там добавили, да, еще где-то будет пообъемнее, там, по это, пошире где-то линии, да. Но, в принципе, мы можем и так с вами оставить. Смотрите, как вариант, то есть оставляем матовое, да, можно все сейчас перекрыть глянцем. Или же, как вариант, пройтись чисто тоненькой кисточкой вот эти вот элементы, как вот сделано здесь, на этом варианте. То есть, видите, он остался матовым, и я именно перекрывала Т-классом только эти объемные детали. А можно все перекрыть, то есть тоже как вариант, да. Давайте на этом сделаем так с вами. А то у нас уже и время с вами поджимает. Вот, если клиент такой, вы знаете, что очень активно ручками все делает, перекройте ему все вот так вот. Можно даже, как бы, да, там, два слоя запечатать, перекрыть, выровнять ему, чтобы она ничего нигде не цепляла. Опять же, все же разные, да, кто-то там более скромно что-то делает, а кто-то очень активно ручками сковородки чистит и все остальное. Поэтому вот этот вот более, например, объемный вариант, да, не все поносят его. То есть они подсотрут, конечно. Но вот я носила нормально. У меня, знаете, только вот уже там третья неделя пошла, когда вот тут вот с кончиков, вот тут там чуть-чуть где-то, ну тут уж извините, как бы. Ну вот, вот я же говорю, здесь, видите, все по желанию. И они, да, они смотрятся такие настолько вот классные какие-то, объемные, когда... Я что-то такое не хочу там. Надо подальше. Вот. Кто-то дырку там эту выделит, кто-то сами линии. Ну, просто вот я же говорю, для сравнения, да, как вариант. Оно бомбически смотрится и так, и так. Поэтому все, естественно... То есть эти варианты имеют, вот, казалось бы, да, тут золото, золото, как говорится, с серебром погоняет. Но вот оно настолько нежное, вот. Даже, мне кажется, нежнее вот этого смотрится, да, хотя тут чистое серебро. Ну, вот здесь получился, потому что сам там цвет такой, да, нет уже у нас цвета. То есть на базу мы сделали. И смотрится очень круто. Я теперь себе вот так даже на ногах захотела. Теперь не хочет фокусироваться. Ага, вот. Теперь прям на ногах, на большом пальчике себе такое хочу. Так, сейчас я еще типсу поставлю. Так, ну что, у нас время с вами подходит к концу. Ну, в принципе, я все, что планировала, вам успела показать. Фон играет большую роль. Да, конечно, девочки, конечно. Вот. Все мы с вами разобрали. То есть вот я еще раз повторюсь, да, вариант со стемпингом виргни. Спасибо. И вам спасибо за компанию. Мне было очень с вами приятно и интересно. Вот. Но здесь вот, я говорю, нужно все пробовать и смотреть, что тебе больше понравится. Мне нравится, ну, видите, у меня даже на руках, я же говорю, я пока делала, соблазнилась на этот вариант. Но и фольгу, вот я говорю, у меня уходило очень много с этими, с фольгой тоже. Опять же, я всегда это, да, не устану там повторять, что... Что это самое... Когда у мастера на руках, клиент, если видит, ну, да, те, кто любят дизайны, они обязательно захотят то, что у вас. Вот теперь буду прятать надо руки. Вот, короче, красота. Мне прям понравилось сегодня. Весело у нас так с вами было. Все, девчоночки, будем прощаться с вами. И увидимся через неделечку тоже на эфире, тоже по дизайнам. Я буду вести дизайны. Спасибо, спасибо всем. Все, до встречи. Всех обняла. Все, все, девочки, все.